Так что да, сейчас мы в затишье, но это затишье перед бурей. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Бывший генеральный директор Goldman Sachs, а сейчас возглавляющий компанию Real Vision, Рауль Паль, вчера у себя в твиттере опубликовал ряд твитов. Он написал, я знаю, что крипточарты сейчас не стоят и двух пенни, так что и мои точно такие же бесполезные. Но все мы в курсе, что если и смотреть на них, то правильнее всего изучать логарифмические графики. По его анализу, цены основных криптовалют отскочили от основного логарифмического тренда прямо сейчас. Он пишет, биткоин, похоже, не отыграет фигуру голова и плечи. Ончейн-метрика показывает огромное накопление монет инвесторами и улучшение рыночной динамики. Рост по закону Меткалфа превышает ожидания, а цена теперь коснулась и отскочила от логарифмического тренда. Эфириум по его анализу также достиг этого тренда и его цена формирует клин, отскакивая от него. Важно отметить и то, что эфириум не только отскочил от этого тренда, но и пробил нисходящий, который тянулся с мая этого года. Причем не только по отношению к доллару, но и по отношению к биткоину тоже. Также на глобальной картине Рауль Пайль отметил очень интересную вещь, что цена биткоина практически вернулась к этой длинной трендовой линии, которая тянется через всю историю биткоина, от которой цена биткоина отскакивала после вот этого падения в 2011, а также в 2018 и 2020. Весь 2020 она и вовсе служила самой главной линией поддержки. Теперь цена биткоина опять вернулась к этой линии. Опять же все это на логарифмическом графике. Сам Рауль Пайль комментирует это так. Глядя на это, я не могу быть по-медвежье настроенным в долгосрочной перспективе. Итак, Рауль Пайль настроен позитивно. Его прогноз для цены биткоина 200 тысяч долларов за монету спустя 12 месяцев. Но прежде чем мы перейдем к этому видео, в котором он объясняет свою точку зрения с канала Only The Savvy, я хочу показать тебе еще одну позитивную точку зрения. Мы не раз говорили о том, что падение крипторынка в том числе было не раз продиктовано крипторегулятивными сомнениями и страхами. Инвесторы не уверены, что будет завтра, какие регулятивные законы в той или иной стране будут приняты насчет криптовалюты. Но также мы уточняли, что когда регулятивный шок пройдет и останутся монеты, подходящие новым регулятивным правилам, рынок будет расти и дальше. Этот период можно будет назвать периодом позитивного регулирования. И этот период в скором времени придет для всего рынка. Это уже факт. Растущие рынки 2017 и 2021 будут выглядеть маленькими всплесками на графике. IT-директор криптовалютного фонда Bitwise предсказывает, что следующий большой рост будет как раз таки из-за позитивного регулирования. Я думаю на перспективу. Индекс Bitwise вырос на 250% за последние 12 месяцев. Он вырос за год больше, чем S&P 500 за 8 лет. Я соглашусь с тем, что криптовалюта сейчас в состоянии паузы. Эта пауза спровоцирована неуверенностью в том, как будет развиваться регулирование в следующие полгода. Если регуляторы в Вашингтоне все сделают правильно, я думаю, позитивное регулирование спровоцирует следующую большую волну роста крипторынка. Так что да, сейчас мы в затишье. Но это затишье перед бурей. А теперь, наконец, давай послушаем Рауля Паля и почему он думает, что биткоин достигнет 200 тысяч долларов за 12 месяцев. По-моему, сейчас уже очевидно всем, криптовалюта предлагает большое решение. Люди длительное время это не понимали. Но сейчас близится момент, когда все поймут. О мой бог, это же решает все проблемы. В долговом обществе все друг другу должны деньги. И когда что-то пойдет не так, вы не поймете, кто и кому сколько должен. Это случилось с Лемон Бразерс, и они рухнули. И со многими другими, кто запутался в цепочке из долгов. Блокчейн решает это. В блокчейне ты моментально узнаешь, кому и что принадлежит. Также он решает и множество других финансовых проблем. Например, право собственности. С этим тоже есть проблемы в существующей финансовой системе. Если кто-то объявит дефолт, почти все выходит из строя. А блокчейн решает эту проблему. Проблему права собственности. Биткоин имеет две особенности. Одна это средство сбережения. Он как золото, потому что дефицитен. Он даже как предмет искусства или недвижимость. Но у него есть еще кое-что. Он может видоизменяться в будущем. Для чего он еще сможет быть использован? Что еще может сделать эта технология? Это называется сетевым эффектом. И это вторая особенность биткоина. Так что если биткоин это средство сбережения, то при беспрецедентном печатании денег, как и недвижимость, как и золото, биткоин будет расти в цене. Но будет расти куда больше, потому что имеет сетевой эффект и потенциально может стать частью будущей финансовой системы. Каждая рецессия с 1962 сопровождалась одними тем же подходом. Инфляция, которая приводила к росту доходности облигаций. Затем под конец рецессии стимулирующие финансовые влияния центральных банков и правительств начинали уменьшаться. А доходность облигаций соответственно падала, так как рост замедлялся. И каждый раз центральному банку уже после рецессии приходилось увеличивать стимулы в 2-3 раза, чтобы найти тот самый естественный процент роста. Правительствам после рецессии приходилось стимулировать экономику несколько раз, пока она не находила свой естественный темп. В большинстве таких случаев сделки по облигациям падали до исторических низов. И если мы повторим это сегодня, мы можем увидеть падение доходности 10-летних облигаций до нуля. Я не знаю, случится ли это на этот раз, но если они сейчас уменьшат стимулирующее финансовое вливание, то мы увидим массивный прыжок цен на жилье, стоимость еды и топлива, а также нарушение цепочек поставок. Реальные заработные платы не растут, фактически они даже обесцениваются, а цены растут. Ипотечные проценты также растут. Обычно само по себе это уже замедляет темпы экономики, потому что зарплаты не растут. А затем им придется уменьшать стимулирующие чеки, как в прошлые разы, мы уже говорили об этом. Все сейчас такие, о, будет бесконечная инфляция, вечный рост. Каждую рецессию, что я видел, было так же. И каждый раз рост наоборот замедлялся. Мы даже можем увидеть взрыв какого-то развивающегося рынка. Например, 2008-й закончился взрывом европейского рынка. После рецессии 2001-го это были рынки Бразилии и Аргентины. Так обычно это происходит, и на этот раз будет так же. Итак, первое, что ты подумаешь, услышав все это, грядет распродажа активов. Это ужасно для криптовалюты. Посмотри на март 2020-го. Вот там был ужас. Нам нужно думать о том, каковыми оказались последствия марта 2020-го. Массивные стимулы от правительства и ЦБ в таких масштабах, которых никогда в жизни не было. Вот какие были последствия. Скажем так, есть такой риск распродажи. Да, возможно, биткоин провалится до 20 или 27 тысяч долларов все равно. Скажем, акции упадут на 10-15 процентов, а доллар очень укрепится. Это заставит рынки чувствовать себя некомфортно, и процессы роста экономики замедлятся. Каковы будут последствия? Да такие же точно, как от марта 2020-го. Центральный банк начнет стимулировать, и стимулировать очень много. Правительство тоже. Как же это повлияет на биткоин? Да он взорвется. Так что первая мысль, когда анализируешь это все, о нет, биткоин упадет еще ниже. Но в итоге именно это и заставит его вырасти до 200 тысяч долларов. Да, это моя цель, она до сих пор находится где-то от 200 до 400 тысяч. Я думаю, этот цикл более растянут, чем прошлые. Я бы дал где-то 12 месяцев. Кстати, я видел сегодня, что доходы сотрудников Microsoft за последние 5 лет выросли на 50 процентов. Цены же за это время выросли на 400 процентов. Деньги обесцениваются быстрее, чем растут зарплаты. Вот почему люди чувствуют себя беднее. Темпы роста зарплаты и цен не совпадают. Как же с этим справиться? Мы строим параллельную финансовую систему с параллельными финансовыми активами, которые решают эту проблему. Если бы мы это не сделали, мы бы были в еще большей беде. Это наш ответ. Теперь остался вопрос переезда на эти новые рельсы. Сначала это будет медленно, но потом внезапно ты обнаружишь, что миграция завершена. Закончится ли это долговая система? Возможно. Но придется ли для этого использовать совершенно другую валютную систему? Потенциально да. Ребята, очевидно же, о какой другой валютной системе он говорит. Цифровая экономика и цифровые активы – это наше будущее. Биткоин – это наше будущее. И я сейчас говорю не конкретно про монету биткоина, а про то, что сам биткоин олицетворяет. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал. Телеграмм, ссылка на который в описании. Делись видео с друзьями. Комментируй. И обязательно богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok